таблички стоят а людей нет не спроста я должен представить тех кто есть прежде всего гениальный консул чешской республики господин чижек вот это мужчина вот это настоящий вот остальные консулы не пришли вот элеонора баканова она представляет торговый дом пассаж она у нас буклете есть пассаж ярослав забояркин с краю сел наш дирижер глава оркестра камерного крепач и дирижер лауреат многих премий и вообще наше будущее ну вот этот сказать маленькая преамбула а теперь чуть длиннее преамбула я 14 лет работал под руководством андрея павловича петрова но кто это говорит не нужен наверное да его уже много лет нет с нами я работал с ним с 90-го года по его кончину это был удивительный человек о нем кроме талантов и прочих там чудесных качеств говорили что он человек довольно скрытый без особых таких друзей как там сдержанный он и правда был человек сдержанный но вот у него в биографии есть один момент его выдали на ленинскую премию связи наверное с трилогии там пушкин паяковский начинается петр первый и он эту премию не получил ленинскую видимо в связи с тем что он отказался писать музыку и фильмов малая земля по брежневу возможно может по другой причине и вот что сделан или палыч когда он не получил ленинскую премию он закатил громадный банкет в европе по случаю не получение ленинской это чистая правда это известно я подумал что я не могу закатить банкет я могу собрать пресс-конференцию не отменять ее по случаю отмены фестиваля который мы готовили год не только мы отменяемся отменяется вся концертная жизнь москве в петербурге других городах мы еще до вчерашнего дня сомневались надеялись что быть может только любимый министр культуры что-то там пробьет в правительстве чтобы внести дополнение в документы скажем филармонические концертные залы академическая музыка может быть за исключением фестивали которые готовились музыкальных нет ни москва не петербург на это не пошли решено так театра можно концертным залом нет музеям можно концертным залом нет понятно что сибур арена газпром арена тинькофф арена это да но джазовая филармония с 50 посадочными местами петербург концерт залом кочневой ну и так далее вот маринскому театру можно он театр там зал на 1200 нам нет но тут объяснить это я не могу ничем кроме одного те люди которые сегодня в администрации президента в правительстве работают они не кончали музыкальную школу к сожалению они не знаю даже наверное где это находится во всяком случае очень многие люди не знаю где филармония я убедился в этом 5 октября когда мы проводили концерт для учителей в день учителя концерт прошел с огромным успехом они были но счастливы аплодисменты длились невероятное количество времени но я стоял напротив входа в европу 6 служебного подъезда и курил мимо шли молодые женщины которые учителя они спрашивали простите а где вход филармонию я был за углом направо они никогда здесь не были то учителя наших детей так что удивляться не нужно вот что самое обидное самое обидное что прошлом году мы провели фестиваль без иностранных исполнителей и они нам прислали трогательные видеообращения все мы эти видеообращения поставили на нашем сайте они говорили что на будущий год мы прием обязательно и слова свои стали и мы готовились их принять семь стран должен был представлен на этом фестивале и понимаете я не знаю как вы отреагируете на сегодняшний может быть вы найдете какие-то слова я не знаю как обратиться к людям к начальству ну думать надо прежде чем что-то делаешь но ведь есть же какие-то рамки но невозможно устанавливать жизнь почему в кинотеатр нельзя в театр можно понять а здесь вот билеты куплены мы визы получали ряде случаев с подписью голиковой вице-премьера у нас там руководит только высочайший человек один и второй третий зачем это не знаю вот спасибо господин чешек у нас были много общения не потому что он очень любит музыку хотел на и любит а потому что день концерта пражского 3 оговорные трио он совпадает с праздником чешской республики продолжение зависимости то есть это это национальный праздник и было решено что они приедут они сыграют и чешскую музыку в том числе придут гости конкурса придут те кто работает с чешской диаспорой и потом будет небольшой фуршет но все это полетело я не знаю как вы будете выходить из положения но а и к варнели 3 у нас были бы уже третий раз они в этом году праздную 35-летие своего коллектива 3 фантастическое он слушаешь и понимаешь вот это то но 35 лет одно дело делаю не уже не молодые люди но это просто замечательные и боялись этого к вида и боялись приезжать и все-таки сказали что приедут завтра должен приехать ах назарян на рэк блистать на виланчелист вот ярослав забояркин грустит да но я уже позвонил сегодня мне сказали а как билет это я говорю билеты вы купили невозвратные мы люди глупые мы пожлобились по-русски они сказали что нет нет мы причем справку о том что он болен что он не может приехать вам аэрофлот вернет деньги я думаю вот не вернет но справка мы получим вот я могу зачитать письмо константин дурочи сухенко или не надо не надо поверьте только одно слово вот сухенко к этому ничему не причастен он очень много нервов потрепал себе и думаю нажил врагов смольном он очень переживал что рвется ну концертное дело ну в городе ну как можно остановить если театра можно если можно музеем непонятно он очень-очень переживает ну вот он позвонил потом пришло к всему от него уважаемые коллеги да на основании изложенного согласование мероприятий запланированных вами и проведение указанный период не представляется возможным это тот период который абсолютно попадает вот 29 с 30 по 7 а мы с 29 по 5 все вот мы очень обидно пойти вот этот буклет он войдет как исторический его же фестивали не будет а какой-нибудь исследователь истории будущих поколений найдет этот буклет в архиве и броско напишет какая хорошая был фестиваль и концерт это есть не сомневаюсь да да и вообще но самое интересное что здесь как по традиции у нас приветствует фестиваль губернатор представить загс собрания и худо руководитель филармонии или к точке мерканов в 12 фестиваль у нас всякие были нас поздравлением иконтин иван матвиенко идет лишь полтавченко и вот уже был и сам дмитрий беглов но первый раз у нас новый предатель загса без я вырвал это приветствие я не знаю в обаянии не знаю невероятно никому этого не было у нас было я думаю что это поможет ну как же губернатор и загс не помогло ну вот так вот получается в этом году у нас приятные очень вещи вот у нас стоит рекламная страница шкоды наконец-то они далее раз согласие поставить рекламную страницу не нам помогают все фестивали всегда 12 раз но очень скромные люди стеснялись даже в буклет поставить свою эмплему и там маркетинговую страничку но вот в этом году поставили ну что делать вот от европа всегда здесь пресс-конференции всегда мы селим здесь солистов которые играют большом зале и нам идет европа навстречу и скидки делает полина сетинская хотела играть серена еревич вот в этих платьях пошитой татьяной парфеновой значит они играют программу цветы и сказки вот именно в этих платьях именно вот в этой афишной вариации сделали это художник который в москве сделал у него все исходники пропали наш художник сумел из ничего это восстановить а вот пассаж вам или она спасибо мы будем дружить с пассажем может быть их чему это приведет конкретному но это красиво и у нас еще есть одна рекламная страничка скромная российский аукционный дом рад искусству российский аукционный дом искусству вот мы все время ищем членов оптического совета нас никак не соберется бизнес-группа чтобы нам помочь но потихоньку помаленьку может быть что-то издвинется очень тяжело сложить потому что помогает только бюджет комитет по культуре слава богу они нам помогают но вот продажи билетов это наша жизнь если билеты не продаются жить не на что потому что на жизнь нам никто денег не дает и вот на фестиваль ну этот фестиваль отменился значит я не знаю на что мы будем жить может быть что-то сообразим и придумаем значит два слова про концерты еще ну на реках назарян который должен был приехать я думаю мы еще его услышим он молод очень талантлив и по всему миру ездит петербург не минует я думаю что мы как-нибудь еще с ним познакомимся ну к варнере 3 уж теперь не знаю приедут они к нам не приедут да они готовы потрясаешь потрясаю вот это да литовский дуэт супружеская пара они третий год пытаются к нам приехать не получается первый год я там что-то не сделал второй год был к вид ну и третий к вид ну вот этот вот новое барачное трио из швейцарии в том числе швейцарец испанец и бельгийка контрабас вибрафон и скрипка ну жалко страшно ну полина осетинская да понятно где михал бенедиктов это пианист блистательный он питерский наш его мало кто-то знает широкая публика очень скромный он очень талантлив и я думаю что еще мы его услышим ну вот опять же прошлом году он не мог играть у него была операция на позвоночнике его должна была заменить лиза эта украинская украинская заболела и кто ее заменил а илья попаян да ну вот олеся петрова и настя рогалева ну этих мы знаем да наши что обидно что в программе мой один роман спать они спеть хотели мой роман за честь великая да но мимо и девочка я надеюсь я надеюсь да вот а уж после моей смерти как их петь буду ну все грустно роман зато прекрасно поля пащенко должна была приехать больший зал филармонии играть органах вечер для органы хаммер клавира это орган понятно да хаммер клавир такое похожий на клавесин но не клавесин то есть группа клавик ордов уже молоточки битховин написал для него 29 страшную сонату и у нас этого нету хаммер клавира в городе вернее два инструмента есть один из них у теодора куренсиса и они поскольку знакомы она его просила он обещал нам этот инструмент предоставить 20 на 5 число ну она бы играла и четвертую лунную 14 сонату она блондинка хорошенькая мы ее знаем она приезжала с певицей из италии прекрасный компонента ну вот все отменилось ну во любом плохом деле есть что-то хорошее во первых может быть это послужит уроком для них они может не будут это повторять может быть это не случится может мы ну я оптимист правда но вы знаете у нас команда же которая работает над этим проектом на маленькая но она крепкая мы вот со светланы симоной уже я боюсь называть цифру сколько вместе работает это вот проверенные люди ничего нам не страшно победим я бы их представил этих людей так они решили вот там стоять корида покажитесь у карину вы знаете да она вас всех сюда зазвала вот карину вы знаете да вот да спасибо ей светлану симонову тоже на все знают у нас еще есть восточная женщина а визба ирина она там на нам на страже до охраняет наше пальто да понятно значит еще одно до света рукавишникова где она тут цвета которая всех встречает всех провожает которую боятся таможня и которые боятся погранички а нас на них влияет как-то так вот как-то на это умеет делать не знаю как но она и хулиганит иногда она ждет что мы пригласим какого-нибудь принца который она охмурит и уйдет от нас не будет этого но я вам другой еще у меня сюрприз еще один есть знаете вот честное слово иногда до слез люди усюду хорошие люди очень хорошие прошлом году таким ха очень хорошей ком была катя смолина это наш модель герда известно она придумала маски с эмблемой вот даже сохранились но в этом году но мы как-то стеснялись нужен маха мечты нельзя они сами вышли на нас что в этом году ну маски уже повторять мне интересно значит да еще не было разгара этого она сказал да так платки женщинам там с эмблемой лиры и и смолины а мужчинам вот сюда в кармашек тоже платочек но мы и обрадовались хорошо одна заболела 2 и катя сварилась к вид не к вид я не знаю ну похоже что кали но не успели сделать еще один подарок тут написано екатерина сморина модный дом и тут платье 44 помните какой размер 46 до на какую полину час у нее и так не дам решили они хотели побывать на концертах посмотреть на публику и выбрать стройнику и высокую девушку элеоноры чтобы мы что мы и ради бога но они заболели и платье вчера привез подавчера какой-то мужчина суровый я его не открывал и никто его не открывал вот сейчас при вас я его открою это наверное что-то куда-то разрез небось какая катя смолина молодец и мы будем думать что делать публики то не будет но можно на пресс-конференции посмотреть и всех померить ну что глаз народа глаз божий да все элеонора вышли с пассажа сложить а кому ему дать мы найдем это вот так на поясе более того катя прислала не только платье вот настоящий панте менеджер и визитки кому интересно возьмите открыто здесь лежат все визитки вот вот так вот делаются какие-то серьезные вещи спасибо ради бога я даже могу платье повесить у нас в офисе чтобы она висела как символ женской красоты до которой мне уже видимо не дотянуться ибо средств не будет на что мы будем жить не знаю а тут уж не до женщин да вот давай вот но это пожалуй все что я хотел сказать чем тебя забыл вот это следующая тема значит мы же получили субсидию мы на нее ну тут и синя потратили на абиационные билеты на полиграфию на рекламу он филармонии стоят ура лапы весь рост в вашем и малом зале вот буклеты есть афиши приглашение прочее которые мы не развозим значит это как-то непонятно зачтет нам комитет по культуре эти средства не зачтет у у нас один выход у нас есть возможность в договоре указано что мы можем провести эти концерты онлайн но онлайн подозревает прямую трансляцию но скорее всего это просто запись и на сайте на том и на другом ставится у нас есть канал на ютюбе называется канал филармоническое общество Санкт-Петербурга если вы на ютюбе наберете вот эти три слова вам выскочит очень-очень много музыки и видео потому что мы ставим там лучшие наши концерты там играют очень интересно а феерта кстати владимир борисов ведет там джазовые портреты уже 30 портретов это вот сколько он жив он столько и будет а ему в этом году 90 имеете ввиду в декабре 90 лет владимир борисович ему не дашь никогда этих лет он быстро работает он разговаривает чудесный человек вот второго такого не знаю но вот на нашем сайте если вам грустно да или поругались дома с кем-то или там вообще противно да откройте сайт нажмите немножко послушайте может ли выключить там правда хорошие музыканты играют а вот сейчас недавно у нас был 11 сентября был концерт в большом зале филармонии назывались три непревзойденных шедевра он был приурочен к двадцатилетию теракта в нью-йорке башни торгового центра 11 сентября значит мы этот концерт вырвали и мы сделали Ралдугин Сергей Павлович ну фамилия известная играл рококо вариации он согласился он молодец Илья Иовов играл концерт с критичным а Мирослав Култышев первый фортепиан концерт был фантастический зал был набит битком вот немножко мы заработали мы сейчас будем жить чуть-чуть на эти деньги вот эти концерты сейчас стоят стоятся уже Ралдугин уже стоит сегодня поставили Иово и завтра будет Мирослав Култышев замечательное и в общем все время выставляем так вот мы наверное договоримся с гармонией или с другими помещениями где мы запишем концерты тех кого включим в новую программу фестиваля но это будут люди которые живут в Петербурге иностранцев то мы уже не позовем а кто это будет ну я думаю что Бенедиктов из этой программы конечно будет или Петрова Олеся с Настей Рыгалевой конечно будут я думаю будет наше трио филармонического общества я думаю будет такая Саша Коровкина с Ксенией Гавриловой блестящая скрипачка они как у нас играли может быть будет какой-то из камерных хоров с целенаправленной программой может быть Илья Иов с его шестью бранденбургскими концертов не все шесть концертов играют мы хотели начать будущий фестиваль вот с этой программы шесть бранденбургских концертов а может мы их запишем и поставим сейчас на сайт нам нужно читаться за деньги нам же нужно концы слить с концами ну посмотрим что будет не погибнем я просто очень рад что вы пришли честное слово можно было всем сказать что нет меняется я потом подумал ну зачем давайте увидимся знаете вот вы меня уже знаете физию мою а я вашу узнаю это какое-то братство те люди которые интересуются музыкой или теми кто музыкой занимается это люди особые я еще раз повторю то что всем рассказываю как бы вы не относились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву плохо или хорошо он однажды сказал следующее что среди всех заключенных России нет никого кто бы кончил музыкальную школу учились да а вот чтоб закончил нет понимаете вот здесь напрашивается вывод все таки у меня предложение в правительство брать только тех людей которые учили хотя бы музыка и это ну понимаете ну бывают же цензы вот когда-то чиновники писали диктанты на экзамен на чин да почему бы это не вернуть совсем было бы неплохо журналистам тоже иногда не мешает сдать такой экзамен особенно радио журналистам вот сегодня да послушаешь мама милая вот а с другой стороны авторская программа пожалуйста ну в общем не знаю я вас очень вам благодарен я вас очень люблю я надеюсь что мы не последний раз видимся понимаете по поводу такой пресс-конференции Европы представь вот такие вот вот ну я бы рад вас пригласить на концерты ближайшие но не получается но мир же не умирает вот кончат ковид пойдут концерты я вас заглядаю видите филармонического Шанпетербурга не думайте идите просто потому что это точно будет очень хорошим но я сделал как организатор непотребную вещь я не позволит на ее выезжать я говорил весь 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 дмитрий не дал слова я вам сейчас слово и не доставляю спасибо господин директор председатель этого сообщения сейчас и сегодня мы скучаем много для этой информации но в это самое время мы надеемся что что будем с вами работать на будущее и что наверно достаточный запас чешской музыки для Санкт-Петербурга и мы надеемся что трио гарниере может прийти но как уже сказано они не так молодые но у нас еще много таких хороших оркестров которые вы еще не знаете я надеюсь что мы будем на этом работать на будущее я тоже хотел бы поблагодарить фестиваля за всю работу и все искусство которое они вложили в приготовку этого фестиваля который был очень качественным но мы надеемся что в настоящем году это будет еще лучше ну это постараемся благодарим за все и всего хорошего для вас вам спасибо вам спасибо большое все таки знаете вот мы же открываем фестиваль когда на концерт всегда генеральный консул выходит на сцену приветствует публику другая атмосфера мне очень приятно когда артисты приезжают они же не знают что их консул встретит а в общем стараемся я очень хочу чтобы вы ушли отсюда с легким сердцем не ругайте никого ну что делать ну я всегда утешаю себя только одной приговоркой в семнадцатом и сорок первом было похуже сильно похуже так что ничего прорвемся и музыка вечная никуда не денется вот ну а вам спасибо если вы что-то напишите теперь то уже да повод то повод то ведь горячий да пожалуйста пожалуйста потому что смотом можно конечно если главный редактор не высчит из зарплаты хотя сегодня я по комсомольской правде по там Кирилл Набутов вел с девушкой разговор в одном десяти минутам отрывки было четыре не очень цензурных слова ну почему нет хотя это очень неприятно я Кирилла очень люблю но как-то вот все накипело да вот ну начали с 7-1 зенит спартак а уже пошли потом по всем линиям но про музыку не говорили и про культуру тоже не говорили вот обидно ну что ну вот ну и все вот спасибо вам огромное спасибо вам огромное если есть что-то хочет сказать спросите ну большое вам спасибо за такой теплый прием который нам дает возможность думать о на будущем с оптимизмом есть правильно спасибо так и будет не дождутся я бы сказала мы не говорим на следану мы говорим огонь вот так вот тогда спасибо огромное